Я задам, как найти себя, как бороться со своим эго и как настроить себя на работу, если всё валится из рук. Путь нахождения себя – это путь всегда очень индивидуальный. Если вы задаётесь вопросом, просто я выбираю найти себя и своё предназначение. Мы, кстати, будем сегодня ещё рассматривать тему о варнах, потому что она поможет вам найти своё предназначение. Если вы задаётесь этим вопросом, если вы используете квантовый Google, а квантовый Google работает так же, как Google настоящий, просто не всегда давая запрос, мы готовы сразу получить ответ. Но мы получаем его, как только приходим в состояние внутреннего покоя, равновесия. Вот тогда ответ приходит, он всегда приходит. Не случайно говорят сегодня древние знания. Ищите и обрящите, просите и дано вам будет. Вы делаете запрос, вы получаете ответ. Как найти себя? Я долгое время тоже искал себя, хотя у меня было много профессий. Я прошёл через огромное количество профессий. У меня свой, своеобразный такой опыт. Прежде чем мне открылось полное понимание своей профессиональной дхармы, своей профессиональной функциональности. Каждому человеку это будет открываться в нужный период. И моя сейчас вам подсказка заключается в том, что вы должны принять. То есть, если вы сейчас не можете ответить самостоятельно на этот вопрос, то так и должно быть. Вот то, о чём мы с вами говорим, называется приятие. Это очень мудрое, глубокое слово и состояние. Если я не знаю, как изменить что-либо, я это просто принимаю. Просто принимаю. Всё. Я удаляю сопротивление и начинает приходить информационная волна другого качества. Абсолютное большинство людей испытывает заболевания, проблемы с деньгами в отношениях, потому что они находятся в режиме сопротивления. Как только мы переключаемся на режим принятия, я не знаю, в чём моё предназначение сегодня, но я принимаю это, потому что я понимаю, что Вселенная никогда не ошибается. Значит, мне нужно пройти этот период. Я задаю вопрос туда, в квантовый гугл, как я вам уже говорил. Я могу его записать на бумаге, что я делаю часто. Если я не знаю, как ответить на вопрос, его нужно сформулировать. Запишите на бумаге, оставьте эту бумагу у себя на ночном столике или рядом с постелью, и вопрос придёт. Через какое-то время у одних придёт, через час у других придёт, через день у другого, через неделю, через две, неважно. Оно всегда приходит ответ на ваш вопрос. Поэтому примите, что вы находитесь сейчас в состоянии поиска себя. Второе. Продолжайте изучать все темы, которые даёт Торсистом. И в том числе сегодня обратите внимание на тему ВАР. Как бороться со своим эго? Эго только и ждёт, чтобы вы с ним начали бороться. Как только вы начинаете бороться со своим эго, вы начинаете его усиливать. Ещё раз говорю, приятие и борьба. Нам с детства навязали, сам и нашим родителям. Жизнь – это борьба. Слышали об этом? И вот только кто выигрывает в этой борьбе? В такой стратегии выигрывают хейтеры и энергетические паразиты. Они настроили человека на то, что нужно бороться. Но вся мудрость жизни говорит о приятии, а не о сопротивлении. И если и есть какая-то борьба, то эта борьба должна носить не характер противодействия, а характер умения регулировать свои эмоции. И то я заменил бы это слово «борьба». Я бы это заменил, слово «борьба» на словосочетание «обретение навыка». Всё, с чем мы боремся, мы усиливаем. Начинайте бороться с эго – вы усиливаете эго. Начинайте бороться с болезнью – усиливаете болезнь. Вопрос не в том, чтобы бороться. Вопрос заключается в том, чтобы принять сначала, а потом внутренним состоянием изменять. Это тоже процесс. И я знаю, что у каждого человека, живущего на этой земле, есть эго. Оно только, оно проявлено сегодня вот в этой индивидуальности, в механизме этого тела, в умственной, ментальной конструкции. Другое дело, управляет ли эго человеком? Или человек способен управлять свою энергию? У одних это эго раздуто, агрессивно, у других это эго сбалансировано. И бороться с ним не надо. Нужно наблюдать. Нужно наблюдать и правильно регулировать. То есть, если вы увидели, что вышли из себя, если вы видите, что сейчас пытаетесь доказать свои амбиции, свою правоту, вы понимаете, что сейчас вами управляет эго, а не вы им управляете. Это нужно признать и сказать, эго, да, в этот раз ты снова вышел из-под контроля. Я принимаю, но в следующий раз я буду более сбалансирован. Я буду видеть перед собой человека с его точки зрения, не пытаясь доказать свое эго и свою правоту. Не пытаясь превознести себя через свое эго и доказать свою правоту. Поэтому, вот, человек, который задал вопрос, его зовут Сергей, примите то, что вы находитесь в режиме поиска себя. Это абсолютно нормально. С эгом нужно не бороться, а его нужно отслеживать. И как настроить себя на работу, если все валится из рук. Прежде всего, нужно опять принять, я нахожусь в таком состоянии, когда все валится из рук. Но, когда мы приходим на территорию осознанного развития, мы принимаем одно условие. Это условие звучит так. Я на 100% отвечаю за свое эмоциональное состояние. Только приняв этот ключ, вы способны будете трансформировать все внутри себя и все, весь окружающий мир. Но если у меня все валится из рук, и я не готов сегодня это принять и изменять свое внутреннее состояние, у вас все время будет все валиться из рук. Но если я понимаю, что сейчас у меня все валится из рук, но я делаю внутренние усилия для того, чтобы сфокусироваться на чем-то хорошем, я нахожу сейчас мысль, вот еще раз этот пример хочу привести вам. Подумайте сейчас о каком-то человеке, которому вы благодарны. пусть у вас сейчас все валится из рук. Подумайте о человеке, которому вы благодарны. Закройте глаза, почувствуйте благодарность ему. И обычно люди чувствуют вот здесь. Что вы сделали? Вы вместо того, чтобы сейчас сфокусироваться на том, что у вас все валится из рук, сфокусировались на чем-то хорошем, что вы можете воссоздать внутри себя. А теперь, если этот человек есть, позвоните, наберите ему его номер телефона и скажите, как я тебе благодарен, мой дорогой. Вот просто за то, что ты есть на этом свете. И вы создадите импульс, который пойдет в разумное квантовое пространство, обработан будет и вернется к вам. Вы почувствуете внутри себя маленький прилив энергии. Сделайте кому-то что-то хорошее и к вам сразу же вернется очень хорошая качественная энергия. Что для этого нужно? Да просто сфокусироваться не на том, что все валится из рук, оно валится и будет валиться, если я буду об этом думать. А изменить ракурс. Как только вы, изменив ракурс, кому-то послали что-то хорошее, сделали что-то хорошее, энергия начинает к вам приходить. Энергия другой чистоты. И вот так шаг за шагом, раз за разом, но хейтеры не будут отпускать. Они скажут, нет, пусть все валится из рук. Ты же уже привык так жить, так что живи и подпитывай нас своими низкочастотными вибрациями. А можете сказать, минуточку, я жил так раньше, но сейчас я меняю программу, я меняю свои нейронные связи, и шаг за шагом я начинаю осваивать эту технику. У меня есть близкий, друг и дорогой для меня человек, Алексей Талай. Запишите Алексей Талай, наберите пожалуйста его в интернете, посмотрите его историю. В 16 лет ему оторвало руки и ноги мина, которая осталась со времен войны. Ему было 16 лет. Знаете, как переживала семья, как переживал он. Это страшно было, просто страшно. Шли годы, прежде чем он вот вообще просто восстановился во всей этой ситуации и начал продвигаться миллиметр за миллиметром, миллиметр за миллиметр, чтобы без рук и ног освоить профессию, помогать. Сейчас он еще член паралимпийской сборной по плаву. Он сегодня сам является меценатом. Посмотрите короткий ролик об Алексею Талае в интернете и вы поймете, что вот все ваши сегодняшние переживания просто не стоят яйца выеденного по сравнению с тем, что пережил Талай. Но в этот момент, которые сейчас, эмоции, которые вы переживаете, для вас затмевают вообще всю вселенную. И это я понимаю. они яйца выеденного не стоят, но они закрывают ваше сознание. Что мы делаем на территории осознанного развития? Мы учимся отделять зерна от плевел. Мы учимся понимать, что, как функционирует. И вот это привычное состояние, когда все валится из рук, когда я не знаю, зачем я живу, когда с моей мамой все плохо. на самом деле это такая микроскопическая пылинка по сравнению со всем многообразием жизни, на которой вы сфокусировались и ваше эго раздуло, сделало из этого проблемы. И вот наша задача понять, как я вам рассказал про пальцы, на что мы смотрим, то мы увеличиваем. Вы смотрите на проблему и увеличиваете ее. Она увеличивается автоматически. Как только вы понимаете, в вашей жизни нет проблем, вы живете в режиме приятия и доверия, и эта сила, которая знает путь, которая привела вас сюда, эта сила сегодня способна решить любую вашу проблему. Все, что вам нужно, это просто отодвинуть эту проблему и все. Представьте себе, это не просто квантовый гугл, это сила, которая заставляет Землю вращаться в космосе. Эта сила решит вашу проблему мгновенно, как только вы отключите свой ум, который сфокусировал вас на этом. Все, что вам нужно, это просто научиться любить. Любви можно и нужно научиться, так же, как научиться играть на музыкальном инструменте. Раз за разом, раз за разом, шаг за шагом. Поэтому продолжайте посещать наши занятия и поймите, если я не знаю, как ответить на этот вопрос, значит, так и должно происходить во Вселенной. Я получу на него ответ, если его четко сформулирую. Я буду шаг за шагом повышать свои вибрации, повышать свои вибрации, повышать свои вибрации. И через какое-то время нейроны головного мозга будут между собой взаимодействовать совершенно на другом уровне. Качество информации, движение, биохимические реакции, они совершенно другие будут. Этим нужно заниматься и упражняться. вибрации. Продолжение следует...